Это новости на канале ВКТ в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. К ассоциации курортных городов России присоединился Новороссийск. Встреча представителей прошла сегодня в Сочи. Шесть водителей наказаны за присвоение выручки. Итоги года подвели в муниципальном предприятии Сочи Автотранс. В детском саду номер 80 появилась новая спортплощадка. Место для подвижных игр оборудовали благодаря помощи депутатов. Победителей Кубка Черного моря определит удача и электроника. Открытое первенство Сочи под Хэквондо ВТФ стартовало на курорте. Отдых как работа в Сочи проходит четвертый международный туристский форум. Представители отрасли, мэры курортных городов и региональные власти думают о том, как победить в битве за отдыхающих. Особенно, когда на свои берега все чаще заманивает Турция. Кубань как главный конкурент рассчитывает в этой борьбе держать верх. Что для этого придется сделать, узнаем из нашего следующего сюжета. Паломнические экскурсии в Керчь. Незабываемые путешествия в Воронеж. Промышленный туризм в Ижевске. В этих павильонах, кажется, предлагают самые необычные и эксклюзивные виды отдыха. Четвертый международный туристский форум открылся сегодня в Сочи. Для индустрии одно из главных событий года. И в особенности для Краснодарского края, где есть горы, два моря и тысячи гостиниц. Сделать курорты Краснодарского края лучше мы можем только все вместе. Не делясь на того, кто это будет делать, не будет. Делать чья это компетенция, чья это прерогатива или ответственность. И туроператоры, и представители власти, и представители санитарно-курортного комплекса. Мы все вместе можем сделать наши курорты лучшими в мире. У нас для этого есть все возможности. На саммите собрались те, для кого отдых – это работа. Руководители крупнейших туроператоров России, управляющие сетевых отелей, владельцы небольших гостиниц, мэры курортных городов. У всех была возможность напрямую задать вопросы главеру с туризмой и губернатору Краснодарского края, главного курорта страны. А переживания по поводу отдыха в нашей стране есть. И, пожалуй, самое главное – угроза снижения внутреннего потока из-за большого количества предложений в Турции. Однако бояться главного конкурента Кубани по Черноморскому побережью не стоит, уверены эксперты. Это тот случай, когда есть шанс улучшить собственный сервис и развивать альтернативные программы отдыха. Например, оздоровительный туризм. Я хотел бы особенно отметить Краснодарский край, который активно включился в эту работу. Так, порядка 40 санаториев и больнелечебниц с октября по апрель предоставляют скидки на свои услуги от 5 до 50%. Тем самым мы создаем условия для того, чтобы все слои нашего населения, имеющие разный уровень достатка, могли бы отдохнуть на море, получить лечение. Краснодарский край без лишней рекламы остается самым популярным направлением для внутреннего туризма. В этом году на Кубани отдохнули около 16 миллионов человек. И это больше, чем общее количество россиян, поехавших расслабляться за границу. Конечно, главным центром притяжения становятся море и пляжи. Поэтому развитие инфраструктуры в курортных городах региона – один из важнейших инструментов в борьбе за туриста. Что вы, как мэр, хотите получить из города Анапы? Или мировой курорт, а для этого есть все возможности. Или спальный район какого-то крупного города. Здесь вот это регулирование находится в ваших руках. Любого курортного мэра, как Анатолия Николаевича, как и вы, как и глава Гиржиха, и ОМС тоже у нас, и Азовское попережье. То есть курорт нужно делать. Курорт нужно делать. И где-то, на самом деле, может быть и убеждать бизнес, что не только хорошая прибыль при строительстве домов, а еще есть и прибыль, конечно, от курорта, как для бизнеса. Чтобы стать первым на очень конкурентном рынке, кубанским курортам необходимо переходить на круглогодичный режим работы. Ведь занимать отдыхающих можно не только пляжами. Все больше популярности набирает событий на туризм, когда центром развлечений становятся музыкальные фестивали, спортивные соревнования или деловые конференции. Процесс должен быть непрерывным. То есть оказание услуг. А для этого, конечно, мы должны найти те якорные фишки, те якоря, которые позволят туристу, отдыхающему, комфортно себя чувствовать и зимой, и осенью, и весной. На туристском форуме в Сочи говорили и о структурных изменениях, которые нужны отрасли, чтобы развиваться дальше. Сейчас, например, обсуждается вопрос о возможности выдачи электронных виз для отдыха в столице зимних Олимпийских игр. Это позволит увеличить поток иностранных курортников. Серьезно, специалисты задумались и над судьбой небольших частных гостиниц. Не исключено, что туроператоры будут включать их в свои пакетные предложения. Александр Иванченко, Денис Перез, Денис Москаленко, Кубань-24, Сочи. Помимо деловых и пленарных мероприятий, в рамках Международного туристского форума прошла и пресс-конференция. О въездном туризме, интуристах в Сочи, безопасности на курортах Краснодарского края, электронных путевках с журналистами говорили руководитель Федерального агентства по туризму, губернатор Кубани и глава города Сочи. Расскажет Инга Габешия. Олег Сафонов отметил, что руководство страны приветствует факт увеличения потока иностранных туристов, в том числе на курортах Краснодарского края. И главное, что регион, и в частности Сочи, готов к приему отдыхающих из-за границы. Курорт мирового уровня, подчеркнул руководитель Федерального агентства по туризму, по качеству обслуживания во многом превышает известные мировые курорты. Мы неоднократно говорили о том, что, конечно же, Анатолий Николаевич был бы хорошо планировать, и его распределить по территории нашей страны. Но опыт Сочи, опыт Краснодарского края мы призываем использовать, конечно же, в интересах развития экономики, социальной сферы Российской Федерации. Сегодня, кстати, мы говорили о том, каким образом и как вести работу и привлекать в Сочи, в частности, японских туристов. Поэтому эта работа ведется, мы очень заинтересованы в увеличении вездного потока иностранных туристов. Мы сделаем все, чтобы действительно как можно больше иностранцев приезжало в город Сочи, в целом, в Краснодарский край. Работает над увеличением въездного туризма, и сам регион добавил губернатор Краснодарского края. Реклама, регулярное транспортное сообщение – все эти вопросы решаются. Но присоединиться к работе необходимо и санаторно-курортному бизнесу, который, в отличие от тех же туроператоров, занимает пассивную позицию, говорит Кондратьев. Мы не говорили, что падает у кого-то там поток туристов, отдыхающих. Я думаю, что если бы он падал, они были более активны, они даже были более агрессивны. В общем, вопрос. Они должны быть первыми, которые будут взывать туроператоров. Они должны создавать условия и для отдыхающих, и для туроператоров. Они должны готовить определенные бонусы для туроператоров за то, что они тоже приведут им туристов. И мы должны вместе, я уже сказал, только вместе, и российского туриста сохранить, и отдыхающего, и приумножить. Ну а иностранного – это огромный труд. Но он тоже совместный. Затронули журналисты вопрос безопасности в крае, который посчитали самым актуальным на фоне непростых геополитических событий. Слава Богу, что Россия и курорты Краснодарского края – самая безопасная часть сегодня места. На всей нашей планете. Первый показатель – это международные форумы, которые проходят в Сочи. На встречающем уровне. И вы сами были, вы встретили, их очень много проходит. Даже самый крупный форум молодежи студентов, Кубок конфедерации футбола. То есть это различные саммиты, это грандиозные мероприятия с огромным количеством людей. С огромным. Форум молодежи студентов – более 6 тысяч человек здесь находилось в этот момент. И даже элементы, какой-либо угрозы проведения ни одного мероприятия, естественно, не было. Это то, что даже нам не нужно себя рекламировать. Здесь ситуация, и вот, говорит сама на себе. То, что Сочи – самый безопасный город страны, признали и россияне. Данные соцопроса привел глава города Анатолий Пахомов. Я подтвержу, что на самом деле в крае беспрецедентная работа проводится. У нас есть казачество. Вот пляжные территории, я просто похворю, в этом году на пляжных территориях у нас не было ни одного права нарушения. Я не говорю о преступлении. И только благодаря тому, что по инициативе губернатора дополнительно техническим средствам, это полторы тысячи камер, которые смотрят за этим всем богатством, вы еще физические люди, это казаки в форме, которые круглосуточно существовали там в конторах. Ну, результат сам очевиден. Поэтому еще раз подтверждаем, что мы действительно самая безопасная региона. Интерес журналисты проявили и к вопросу использования, в том числе в Краснодарском крае, высоких технологических решений. Речь идет о криптовалюте и системе блокчейна. Олег Сафонов отметил, что цифровая экономика в стране стремительно развивается, и скоро в России появится такая новая государственная информационная система, как электронная путевка. Что же касается непосредственно Сочи, то здесь, подчеркнул Пахомов, уже летом будет внедрена программа «Умный город». Проект, который еще называют электронным сообществом, призван повысить качество жизни горожан и гостей курорта за счет использования современных информационных технологий. Инга Габешия, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. К ассоциации курортных городов России присоединился Новороссийск. Встреча представителей городов прошла сегодня в Сочи. Слово Татьяне Говорковой. Круглый стол ассоциации посвящен актуальной теме – участие муниципалитета в формировании совместных программ развития санаторно-курортных и туристических услуг. Как успешный пример привели Сочи. Это первый город, где реализуется социально ориентированная программа «Открытый юг». Глава Сочи с ее презентацией побывал уже в 30 регионах страны. Анатолий Пахомов предлагает вернуться к проекту по остаровлению трудящихся, как это было долгие годы в Сочи. В советское время попасть в санатории было непросто. Они работали по путевкам от профсоюзов. Глава Сочи предлагает работодателям и сегодня отправлять своих сотрудников на лечение и оздоровление в наш город. Тем более, что цена снижена до предела – 1400 рублей в сутки. В эту стоимость включено питание, проживание и лечение. Проект принят на региональном уровне. Сейчас программа проходит согласование федерации, чтобы стать общенациональной. «Программа «Открытый юг», которая предполагает, что все санатории города Сочи, то есть отели с лечением, будут принимать в период с октября по май месяц исключительно трудящихся с северных наших регионов – металлургов, нефтяников, шахтеров. Сегодня мы это видим как задача номер один. Мы хотим обратить внимание всех работодателей на важность этого вопроса. Из 65 санаториев города Сочи уже активнейшим образом, практически с полной загрузкой в осенне-зимний период, работает 20». На заседании глава Сочи обсудил и перспективы создания сети морских маршрутов между прибрежными городами. Спрос на такие перевозки есть. В этом году лайнер «Князь Владимир» за сезон перевез более 5000 пассажиров по Черноморскому маршруту. Побывал лайнер в том числе и в Новороссийске. Этот город сегодня стал 11-м в числе муниципальных образований, входящих в Ассоциацию курортных городов. По словам заместителя мэра, привлекать туристов вне сезона в Новороссийске довольно проблематично. «Возможности для этого у нас есть. Сейчас на ближайшую пятилетку у нас в планах строительства более 10 отелей. Также в планах у нас развитие делового туризма. Поэтому сегодняшнее вступление в Ассоциацию нам позволит изучить все проблемы и не сталкиваться с ними в дальнейшем, что позволит наиболее быстро привлечь туристов в наш город». В завершении встречи члены Ассоциации подписали резолюцию о создании единой федеральной программы по оздоровлению россиян. Она, помимо прочего, предполагает субсидирование путевок для работников здравоохранения и классификацию всех без исключения средств размещения. Также предполагается наделить органы местного самоуправления полномочиями по контролю за сдачей в наем жилых помещений. В Сочи из незаконного оборота изъято более 100 литров вина. Спиртное продавалось в ларьке без соответствующих документов. Сотрудники отдела исполнения административного законодательства УВД провели проверки во всех районах курорта. В Адлере был установлен факт реализации вина на разлив во временном павильоне. Предприниматель в Адлеровском районе осуществил реализацию вина вне стационарно-торговом объекте без соответствующих документов. В отношении лица был составлен административный материал по статье 14.1. В настоящее время он передан в суд для принятия решения по существу. Всего в помещении было изъято 105 литров вина в различной таре. Аналогичные нарушения выявлены в магазинах Лазаревского района. Санкции статьи предусматривают наложение штрафа с конфискацией продукции. Вечер четверга выдался пожароопасным. На курортном проспекте сгорел автобус, а в Дагомессе во дворе вспыхнул «Мерседес». Накануне на курортном проспекте в районе пересечения с улицы Театральная загорелся автобус, двигавшийся без пассажиров. Водитель вовремя успел эвакуироваться. Жертв и пострадавших нет. Движение транспорта в районе ЧП было приостановлено. По предварительным данным, причина возгорания автобуса – неисправность проводки. Еще одна машина сгорела в Дагомессе у общежития «Планета». Как сообщают очевидцы, люди пытались потушить автомобиль самостоятельно и ведрами с водой, и огнетушителями. С огнем справились только оперативно прибывшие пожарные. Не дали загореться рядом стоящим автомобилям. Причины возгорания выясняются. За последние годы впервые предприятию «Сочи Автотранс» удалось выйти из сложной финансовой ситуации и получить существенную прибыль. Об этом стало известно на расширенном совещании по итогам 9 месяцев работы предприятия, которое провел первый заместитель главы города Могдин Чермит. Все подробности у Елены Овсециной. Сработали не в минус, а в плюс. Это большая победа МОП «Сочи Автотранс» за последние несколько лет. Если в прошлом году были долги в 52 миллиона, то в этом за 9 месяцев работает доход в 39 миллионов рублей. Такой результат достигнут благодаря тому, что на предприятии наведен порядок. В первую очередь поменялось руководство. «Сочи Автотранс» самостоятельно стал проводить ремонт и техническое обслуживание, отказавшись от услуг сторонних организаций. Отказались и от некоторых нерентабельных маршрутов, например, автобуса под номером 18. Наладили дисциплину водителей и удалось переломить потребительскую психологию. Правда, перед этим 99 человек вообще пришлось уволить за присвоение выручки. Шесть водителей за это впервые в России осуждены по 160-й статье Уголовного кодекса. Теперь выручка попадает исключительно в кассу. В пиковый сезон она в сутки достигла 3 миллионов рублей, что на 40% больше, чем раньше. Отмечена и большая экономия топлива. «Сейчас до 15 тысяч мы имеем экономию в месяц. Но это, извините, уже полмиллиона на топливе. По запчастям, по сервису, по другим моментам. То есть и по крупицам мы начали комплектовать с вами то предприятие, которое нам нужно. Которое нам нужно. Мы отсекаем все те моменты, где может быть коррупционная составляющая, где может быть какое-то воровство. И в принципе коллектив уже начал понимать, что есть первые плоды». За 9 месяцев этого года на городских и пригородных маршрутах, а их около 100, перевезено 17,5 миллионов пассажиров. Ежедневно МУК «Сочи Автотранс» осуществляет около 3000 рейсов. Уменьшение расхода топлива сократило затраты предприятия на 80 миллионов рублей. Кстати, экспертиза показала, топливо качественное. «Автобус, конечно, реагирует на качество топлива по-любому. Я как бы не специалист великий по топливу, но по автобусу он ездит. По крайней мере, не ломается пока еще». К сожалению, не все автобусы в идеальном состоянии. Наблюдается старение парка. Подвижной состав имеет пробег с начала эксплуатации 300-450 тысяч километров, а в некоторых случаях доходит до полумиллиона. «Я проверяю любую тягу. Она ответственна за повороты лево-право руля и колеса». И хотя у этого транспортного средства рулевая тяга в порядке, вопрос о закупке нового транспорта уже поднят. Планируется купить в кредит 50 новых автобусов. Как пообещали руководители всех структурных подразделений предприятий, работа над оказанием автотранспортных услуг будет день ото дня только улучшаться. От науки к практике. Новейшие технологии пищевой и перерабатывающей промышленности показали сегодня главе региона. Вениамин Кондратьев посетил первый на Кубани инжиниринговый центр. Работает он на базе технологического университета. Там ученые и студенты разрабатывают проекты, аналогов которым в стране нет. Например, в стенах этого центра придумали оборудование для производства масла из кукурузного зародыша и рисовой крупы, которая потом идет на экспорт. Показали губернатору и пищевые линии по изготовлению мороженого и специальную машину по обработке и сортировке чая. Так вот, получается, что можно наш краснодарский чай так обработать, что он не хуже будет ни по товарному виду, ни по качеству. Если вот мы сегодня говорим, что мы хотим уйти от сырья, то, конечно, нужны перерабатывающие линии, современные перерабатывающие линии. Вы правильно сказали, что, к сожалению, пока. Я надеюсь, пока в России у нас многое не производится из этих перерабатывающих линий. Я очень надеюсь, что, конечно, это следующий буквально шаг для того, чтобы на самом деле наш рекон ушел от сырья и пришел к переработке максимально. Потому что без вот этих вот пищевых линий, без таких агрегатов, по большому счету, станков, как бы мы их ни называли, это просто сделать будет невозможно. Инжиниринговый центр на базе Кубанского политеха работает с 2015 года. А все новейшие разработки в области промышленности пользуются высоким спросом, рассказали главе региона. При этом больше всего заказов поступает от сельскохозяйственных предприятий и перерабатывающих заводов. Наше высшее учебное заведение, технический университет, то есть прикладной характер, то есть прикладное значение в жизни. Это очень важно. Это не просто наука, оторванная от жизни, которая развивается сама по себе, по своим законам. Вы ориентируетесь сегодня на сводящий спрос. Вы ориентируетесь на рынок. Вы готовите выпускников понимать, что сегодня нужно на рынке. И туда они должны приложить свой талант. Это самое главное, что сегодня я увидел в стенах технического университета. Отмечу также, что проект по созданию инжинирингового центра «Анакубани» поддержал Минпромторг России. А его инновационные разработки представляли на крупнейшей федеральной выставке технических достижений науки. В детском саду номер 80 появилась новая спортивная площадка. Место для подвижных игр оборудовали благодаря помощи депутатов городского собрания Сочи по 12-му избирательному округу. Там, где раньше был пустырь, теперь просторная спортивная площадка. Сегодня на улице холодно, поэтому она пуста. А обычно здесь играют футбол и волейбол. Дети с нетерпением ждут, когда установят баскетбольные кольца. Площадку открыли 1 сентября. И с тех пор это место стало одним из самых любимых у воспитанников детсада и начальной школы. Мы обратились к депутату Глазырину Геннадию Михайловичу с просьбой о помощи. И эта помощь нам пришла. И в этом году на месте пустыря у нас появилась спортивная площадка для детей детского сада и начальной школы. Первые уроки физкультуры 1 сентября для детей это был праздник. То есть криками восторга дети забегали на эту площадку и занимались вместе с учителем. С депутатами 12 округа городского собрания Сочи детский сад номер 8 здесь отсвязывает давняя дружба. Здесь народные избранники сделали немало добрых дел. Самое из затратных это долгожданный ремонт крыши. Полностью заменены панорамные окна в коридорах, уложен кафель. Мой участок, так сказать, выборный, здесь избиратели, которые голосовали за меня. И потому уже десятилетия я поддерживаю вот эту начальную школу детский сад. Само здание, оно, конечно, постоянно требует ремонта, оно, в общем-то, давно капитально не ремонтировалось. Но текущий ремонт многолетний мы поддерживаем. И участвовали в замене полов, окон. На этом сотрудничество с детским садом не заканчивается. Директор с депутатом городского собрания Сочи уже намечают новые планы. Ближайший к реализации – ремонт прачечный. Повторный выпуск на территории Кавказского заповедника «Самки леопарда Виктории» может быть осуществлен не раньше середины декабря. К такому выводу пришли члены рабочей группы в рамках заседания, которое состоялось в Минприроды России. Всесторонне исследовав ситуацию, специалисты пришли к выводу, что снова выпустить Викторию в дикую среду можно только после тщательного наблюдения за ее эмоциональным состоянием, а также получения результатов повторного медицинского обследования. Сейчас животное находится в Центре восстановления леопарда на реабилитации. Хищнику в ближайшие две недели будут проведены повторный анализ крови, обследование на инфекционные и другие заболевания, а также необходимые ультразвуковые исследования. Напомню, в ноябре самка Виктория вышла к абхазскому селу Лыхны, где некоторое время питалась курами с частных подворья жителей. Животное было оперативно поймано. Открытое первенство города Сочи под Хэквондо ВТФ «Кубок Черного моря» стартовало на курорте. Мероприятие проходит всего второй раз, но популярным уже стало даже в иностранных государствах. Помимо сильнейших российских команд на сочинский турнир съехались тхэквондисты из Узбекистана, Армении и Осетии. Сочи представлен на соревнованиях 50 спортсменами. Ксения в красном обмундировании – одна из спортивных надежд команды. В первом круге сочинке досталась сильная соперница из Адыгеи. Но благодаря технике и четким ударам – доли очаги и нери очаги – за эти приемы дается высший бал. Ксюша одержала победу. Волнение перед боем довольно-таки страшновато, потому что ты не знаешь, кто перед тобой выйдет. Но я настраиваю себя тем, что я знаю, что выйдет противник, который тренируется так же, как и я. Который такой же человек, как и я все-таки. Это же свой город, свой родной. Нужно отстаивать честь своего города. Это более ответственно. Тренирует Ксению Макущенко Вадим Бадалян – президент Федерации тхэквондо города Сочи, которая совместно с городским департаментом спорта и стала организатором открытого первенства. Команда города Сочи представлена 50 спортсменами, где-то чуть больше. Ребята готовы, максимально постараемся, так как, с одной стороны, стены помогают родному дому, а с другой стороны, довольно-таки серьезно мы готовились, старались, чтобы они шли правильной дорогой, ввели здоровый образ жизни, чтобы они ценили дружбу, честь, достоинство. Что же касается организации самих соревнований, то они проходят на самом современном уровне – с использованием электронных устройств в системе судейства. Спорт информационные технологии внедрились достаточно давно, но в ударных единоборствах, и в том числе в Олимпийском, тхэквондо ВТФ – система особенная. Здесь для оценки ударов в туловище применяются специальные электронные жилеты с датчиками, которые сами регистрируют удары без участия судей. А чтобы определить, какой ударной поверхностью наносится удар, на ноги спортсмены одевают электронные футы со специальным напылением. Приборы мгновенно передают информацию об ударе на сервер, который и осуществляет их окончательную обработку. И шлем тоже электронный, тоже заправляется электронным датчиком. Это касание ногой – оттенивается 3 балла. Если касание в жилет, в живот, жилет оттенивает 2 балла. Если с разворота за сложность техники один балл добавляется в корпус. Если с разворота удар в голову прошел, то электроника оттенивает 3 балла и еще добавочный балл за сложность техники. Благодаря вот этой системе спортсмены очень грамотно стали работать. И спорных моментов, и человеческого фактора меньше стало. Итоги открытого первенства Сочи под Хэквондо ВТФ «Блэк Си Кап» с помощью электронного судейства подведут уже завтра, 25 ноября. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом наш выпуск завершен. Я напоминаю, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. И на этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире.